Геродот. История. Книга первая. Клион. Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли к забвению, и великие и удивление достойные деяния, как эллинов, так и варваров, не остались без вестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом. По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между эллинами и варварами были финикяне. Последние прибыли от так называемого Красного моря к нашему морю и поселились в стране, где теперь еще живут. Финикяне точно же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли и в Аргас. Аргас же в те времена был самым значительным городом в стране, которое теперь называется Элладой. Когда финикяне прибыли как раз в упомянутый Аргас, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь Инаха. Также называют ее и Эллины. Женщины стояли на корме корабля и покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикяне по данному знаку напросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась бегством. Ее же с несколькими другими они успели захватить. Финикяне втащили женщины корабль и затем поспешно отплыли в Египет. Так-то, говорят перцы, ее попало в Египет. Эллины же передают это иначе. В событии это послужило первой причиной вражды. Затем рассказывают они далее. Какие-то Эллины, имя они не могут назвать, прибыли в Тир Финикийский и похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были кретяне. Этим они только отплатили финикянам за их проступок. Потом Эллины все-таки снова нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эйю в Халхиде и костью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, Эллины затем похитили царскую дочь Медею. Царь Колхов отправил тогда в Эладу посланца с требованием пени за похищенную и возвращение дочери. Эллины, однако, дали такой ответ. Так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и царю ничего не дадут. Затем, в следующем поколении, говорят они, Александр, сын Приама, который слышал об этом похищении, пожелал умыканием добыть для себя жену из Эллады. Он был твердо уверен, что не понесет наказание, так как и Эллины тогда ничем не поплатились. После того, как Александр таким образом похитил Елену, Эллины сначала решили отправить посланца, чтобы возвратить Елену и потребовать пени за похищение. Троянцы же в ответ бросили ему прок похищение Медеи. Тогда ведь, говорили они, сами Эллины не дали никакой пени и не возвратили Медеи, а теперь вот требуют пени от других. До сих пор происходили только временные похищения женщин. Что же до последующего времени, то, несомненно, тяжкая вина лежит на Эллинах, так как они раньше пошли походом в Азию, чем варвары в Европу. Похищение женщин, правда, дело несправедливое, но стараться мстить за похищение, по мнению перцев, безрассудно. Во всяком случае, мудрым является тот, кто не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не хотели. По словам перцев, жители Азии вовсе не обращают внимания на похищение женщин. Эллины же, напротив, ради женщины из Лакедимона собрали огромное войско, а затем переправились в Азию и сокрушили державу Приама. С этого времени перцы всегда признавали Эллинов своими врагами. Ведь перцы считают Азию и живущие там варварские племена своими, Европа же и Эллада для них чужая страна. Таков, говорят перцы, был ход событий, и взятие Иллионы, думают они, послужило причиной вражды к Эллинам. О похищении же Ио финикяне рассказывают иначе, чем перцы. Вот что. Именно, по их словам, они вовсе не увозили Ио насильно в Египет, так как она уже в Арвесе вступила в любовную связь с хозяином корабля. Когда же почувствовала себя беременной, тот сюда перед родителями добровольно уехал с финикянами, чтобы скрыть свой позор. Так рассказывают перцы и финикяне. Что до меня, то я не берусь утверждать, случилось ли это именно так или как-нибудь иначе. Тем не менее, я хочу назвать человека, который, как мне самому известно, положил начало враждебным действиям против Эллинов. Затем, в продолжении моего рассказа, я опишу сходным образом как малые, так и великие людские города. Ведь много когда-то великих городов теперь стали малыми, а те, что в мое время были могущественными, прежде были ничтожными. А так как я знаю, что человеческое счастье изменчиво, то буду одинаково упоминать о судьбе тех и других. Крес, родом лидиец, сын Алиатта, был владыкой народов по эту сторону реки Галлиса. Галлис течет с юга на север между землями сирийцев и пофлагонцев и впадает в море, называемый Евсинским понтом. Этот Крес, насколько я знаю, первым из варваров, покорив часть Эллинов, заставил платить себе дань. Другими же он заключил союзные договоры. Покорил же он и Анян, и Авицев, и Азиатских Дорийцев, а с Лагидиманьянами вступил союз. Однако до владычества Креса все Эллины были свободными. Ведь нашествие кемерийцев, которые еще до времен Креса дошли до Ионии, не было длительным завоеванием, а скорее простым набегом для захвата добычи. Власть, принадлежавшая ранее дому Гераклидов, перешла к роду Креса. Этот род зовется Мирмнадами. Произошло это таким образом. Кандавул, которого Эллины называют Мерсилом, был тираном Сарт. Он был потомком Алкея, сына Геракла. Первым царем Сарта из дома Гераклидов стал Аргон, сын Нитна, внук Бела, равно Калкея. Кандавул же, сын Мирса, был последним царем. Цари, управлявшие этой страной до Аргона, были потомками Лида, сына Атиса, того лидийца, от которого весь нынешний народ, прежде называемый Мионами, получил имя лидийцев. От них, по предсказанию Оракула, получили власть Гераклиды. Последние ввели свой род от Геракла и рабыни, и от Дана, и правили в течение 22-х людских поколений, 505 лет. Причем всегда сын у них наследовал власть от отца, вплоть до Кандавла, сына Мирса. Этот Кандавл был очень влюблен в свою жену, и, как влюбленный, считал, что обладает самой красивой женщиной на свете. Был у него среди телохранителей некий Гигис, сын Даскила, которую он особенно ценил. Этому-то Гигису Кандавл доверял самые важные дела, и даже расхваливал красоту своей жены. Вскоре после этого, ведь Кандавлу предречен был плохой конец, он обратился к Гигису с такими словами. «Гигис, ты, кажется, не веришь тому, что я говорил себе о красоте моей жены, ведь душам люди доверяют меньше, чем глазам, поэтому постарайся увидеть ее обнаженной». Громко вскриптнув от изумления, Гигис отвечал, «Что за неразумные слова, господин, ты говоришь? Ты велишь мне смотреть на обнаженную госпожу? Ведь женщины вместе с одеждой совлекают в себя эстит. Давно уже люди узнали правила благопристойности, и их следует усваивать. Одно из них главное – всякий пусть смотрит только за своим. Я верю, что она красивее всех женщин, но все же прошу, не требуй от меня ничего противного обычаям». Так говорил Гигис, пытаясь отклонить предложение царя в страхе попасть из-за этого в беду. Кандалл же возразил ему такими словами. «Будь спокойен, Гигис, и не бойся. Я сказала, ты не для того, чтобы испытать тебя, и моя жена также не причинит никакого вреда. Я подстрою сначала все так, что она даже и не заметит, что ты ее увидел. Тебя я поставлю в нашем спальном покое за закрывающейся дверью. За мной войдет туда и жена, чтобы возлечь на ложе. Близко от хода стоит кресло, куда жена, раздеваясь, положит одну за другой свои одежды. И тогда ты сможешь спокойно ею любоваться. Если же она направится от кресла к ложу и повернется к тебе спиной, то постарайся выйти через дверь, чтобы она тебя не увидела». Тогда Гигис уже не мог уклониться от такого предложения и выразил свою готовность. Когда Кандалл решил, что настала пора идти ко сну, то провел Гигиса в спальный покой, куда затем тотчас же пришла и жена. И Гигис любовался, как она вошла и сняла одежды. Как только женщина повернулась к нему спиной, Гигис постарался, незаметно ускользнув, выйти из покоя. Тем не менее, женщина видела, как он выходил. Хотя она поняла, что все это подстроено ее мужем, но не закричала от стыда, а она против показала вид, будто ничего не заметила, в душе же решила отомстить Кандаллу. Ведь у лидийцев и у всех прочих варваров считается великим позором, даже если и мужчину увидят на гимн. Как ни в чем не бывало, женщина хранила пока что молчание, но лишь только наступил день, она велела своим самым преданным слугам быть готовыми и позвать к ней Гигиса. Гигис же пришел на зов, уверенный, что ей ничего не известно о происшествии, так как и прежде он обычно приходил всякий раз, как царица его призывала к себе. Когда Гигис предстал перед ней, женщина обратилась к нему с такими словами. «Гигис, перед тобой теперь два пути. Даю тебе выбор, каким ты пожелаешь идти. Или ты убьешь Кандалла, и, взяв меня в жон, и станешь царем лидийцев, или сейчас же умрешь для того, чтобы ты, как верный друг Кандалла, и в другое время не увидел, что тебе не подобает. Так вот, один из вас должен умереть. Или он, соблазнивший тебя на этот поступок, или ты, который совершил непристойность, увидев мою наготу». Пораженный ее словами, Гигис сначала не знал, что ответить, а затем стал молить царицу не вынуждать его к такому страшному выбору. Гигису не удалось все же убедить ее. Тогда, видя, что выбор неизбежен, или убить своего господина, или самому пасть от руки палачей, он избрал себе жизнь и обратился к царице с таким вопросом. «Так как ты заставляешь меня против воли убить моего господина, то скажи, как мы с ним покончим?» На это царица дала такой ответ. «Мы нападем на него на том самом месте, откуда он показал себе меня обнаженный, и ты убьешь его во время сна». Обдумав совместно этот коварный план, Гигис с наступлением ночи проник в спальный покой вслед за женщиной, ведь она не отпускала Гигиса. Выход ему был отрезан, и предстояло или самому умереть, или умереть Кандавла. Тогда царица дала ему кинжал и спрятала за той же дверью. Когда же Кандавл заснул, Гигис, кородучись, пробрался к нему и, заколов его, овладел таким образом его женой и царством. Об этом рассказывает также археолог Эспароса, который жил в то время в Ямбическом Триметре. Так-то Гигис овладел царством, и Дельфийский Оракул подтвердил его право на престол излечением. Лидийцы же после убиения Кандавла в негодовании взялись на оружие, но приверженцы Гигиса договорились с остальными лидийцами о том, что Гигис останется их царем, если только Оракул признает его. Оракул же изрек предсказания, и таким образом Гигис стал царем. Впрочем, Пифия добавила еще и такое изречение. Гераклиды получат возмездие в пятом потомке Гигиса. Однако лидийцы и их царь вовсе не придали значения этому Оракулу, пока он не исполнился. Так Мирмнады завладели царской властью, которую они отняли у Гераклидов. Гигис же, вступив на престол, отослал в Дельфии немало и чисто посвятительных дорог. Большинство серебряных вещей в Дельфии посвятил он. А кроме серебра, он посвятил еще несметное количество золота. Среди прочих вещей, достойных упоминания, там шесть золотых кратеров, весом в 30 талантов. Стоят они в сокровищнице Коринфиан. В действительности же это не сокровищница государства Коринфиан, а Кепсела, сына Элитиона. Этот Гигис был, насколько я знаю, первым из варваров после Мидаса, сына Гордио, царя Фрегии, который посвятил дары в Дельфию. Ведь Мидас тоже принес дары именно в свой царский трон, восседая на котором он творил суд. Этот достопримечательный трон стоит на том же месте, где Гигисовы кратеры. А эти золотые и серебряные сосуды посвященные Гигисам, дельфийцы называют Гигадами по имени Посвятителя. После воцарения Гигис выступил походом на Милета Смирну и завоевал город Калафон. Впрочем, за свое 38-летнее царствие Гигис не совершил ничего великого, и так как мы уже много рассказали о нем, то можем теперь перейти к его потомкам. Я упомяну Ардиса, сына Гигиса, который царствовал после него. Ардис завоевал Приену и пошел в войну на Милет. В его правлении в сардах кемерийцы, изгнанные из своих обычных мест обитания скифами и кочевниками, проникли в Азию и захватили сарды, кроме Акрополя. После 49-летнего царствования Ардиса престол перешел по наследству к его сыну Содиарту, который царствовал 12 лет. Содиарту же наследовал Алиат. Последний начал войну с Кеоксаром, внуком Деиока, и с медийцами. Затем он искал кемерийцев из Азии, завоевал Смирну, колонию Калафона, и пошел в одной на Клозамены. От Клозамены ему пришлось вернуться не так, как бы он хотел, но с большим уроном. Из других деяний его царствования вот наиболее достойные упоминания. Продолжая войну, начато еще и его отцом, он воевал с милетянами. Выступив в поход, он действовал при осаде Милета так. Он начинал поход с войском против Милета в пору созревания хлеба на полях. Шул он по звуке свирелий, пектит и мужских и женских флейтов. Прибыв в землю милетян, он не стал разрушать и сжигать дома на полях и взламывать двери, но оставлял к ним прикосновенности. Только деревья он срубил и уничтожил хлеб на полях, а затем возвратился домой. Осаждать город было бесполезно, так как милетяне господствовали на море. Дома же лидийский царь не разрушал для того, чтобы милетяне могли, живя в них, оттуда снова засеять и вспахать свои поля, и чтобы сам он, когда они вновь обработают земли, мог при следующем набеге опять опустошить их. Так вел войну лидийский царь 11 лет подряд. За эти годы милетяне дважды понесли большие поражения на их собственной земле при Лиминеи и в долине Меандра. Шесть из этих 11 лет относятся еще к эпохе правления над лидийцами Содиатта, сына Ардиса, который в это время воевал с милетянами, ведь это Содиат начал войну. Пять последних лет войной вела Лиат, сын Содиатта, который, как ее упомянул выше, приняв ее от отца, ревностно продолжал. Милетянам в этой войне не помогал ни один ионийский город, кроме одних иосцев, которые в оплату пришли им на помощь. Прежде ведь милетяне вели войну вместе с хиосцами против эрифрейцев. Когда же на 12-й год войны войско лидийцев вновь сожгло Нивы, произошло вот что. Лишь только запылали Нивы, огонь, подхваченный ветром, перекинулся на храм Афины по прозвищу Асессин. Объятый пламенем, храм сгорел. Сначала лидийцы этому событию не придали никакого значения. По возвращении же войсков Сарды Алиадзе не мог. Болезнь между тем затянулась, и царь отправил послов в Дельфу, посоветовал ли ему кто-нибудь, или же он сам решил вопросить Оракула о болезни. По прибытии послов в Дельфе, Пифия отдала ответ, что Бог не даст им прорицания, пока они не восстановят сожженных рам Афины, что Асессы в земле милетян. Такой рассказ я сам слышал в Дельфах. Милетяне же добавляют к этому еще вот что. Переандр, сын Кипсела, близкий друг Фрасибула, догнашнего тирана Милета, узнала о данном Алиату Оракуле. Он послал к Фрасибулу вестника с сообщением об Оракуле, чтобы тот заранее принял свои меры. Так передают милетяне. Алиадзе, говорят милетяне, получив ответ Пифии, тотчас послал глашатая Милет заключить перемирие с Фрасибулом и милетянами на время, пока он не отстроит храмы. Так вот, царский глашатый прибыл в Милет. Фрасибул же, заранее уведомленный обо всем и зная намерения Алиады, придумал такую хитрость. Он приказал весь хлеб, что был в городе, и его собственный, и отдельный граждан, снести на рыночную площадь и велел милетянам по данному знаку начинать веселые пирожки с песнями. А это Фрасибул сделал и отдал такое приказание для того, чтобы глашатый сарт, увидев огромные кучи хлеба, наваленные на площади и людей, живущих в свое удовольствие, сообщил об этом Алиаду. Так действительно и случилось. Вестник увидел все это и затем, передав поручение лидийского царя Фрасибулу, возвратился в Сарды. И, как я узнал, мир был заключен не по какой-либо иной причине, а только из-за его сообщения. Алиад ведь рассчитывал на то, что в Милете сильный голод и что измученный народ дошел до предела несчастья. Теперь же он услышал по возвращении глашата из Милета сообщение, прямо противоположное тому, что он ожидал. После этого был заключен мир, по которому они вступили в дружбу и союз друг с другом. Алиад живет в Ассесе вместо одного храма Афинии 2 и исцелился от своего недуга. Так обстояло у Алиаду с войной против милетян и Фрасибула. Периандр, который сообщил про Сибулу упомянутые изречения Ракула, был сыном Кипсела. Периандр был тираном Коринфа. С ним, так как говорят коринфяне, и этот рассказ подтверждают также лезвости, приключилась в жизни величайшая дива. Орион из Мефимны был вынесен на дельфине из моря Утинара. Это был несравненный кефарет своего времени и, насколько я знаю, первым стал сочинять Дефирамп, дал ему имя и обучил в городе постановки в Коринфе. Этот Теорион большую часть времени своей жизни провел у Периандра и затем решил отплыть в Италию и Сикелию. Там он нажил великое богатство, потом пожелал возвратиться назад в Коринф. Он отправился в путь из Таранта и, так как никому не доверял больший коринфян, нанял корабль у коринфских мореходов. А корабельщики задумали злое дело выбросить Теориона в море и завладеть его сокровищами. Орион же, догадавшийся об их умысле, стал умолять сохранить ему жизнь, предлагая отдать все свои сокровища. Однако ему не удалось смягчить корабельщиков. Они ли велели Ориону либо самому лишить себя жизни, чтобы быть погребенным в земле, либо сейчас же броситься в море. В таком отчаянном положении Орион все же упросил корабельщиков, раз уж таково их решение, по крайней мере, позволить ему спеть в полном наряде певца, став на скамью грибцов. Он обещал, что, пропев свою песнь, сам лишит себя жизни. Тогда корабельщики перешли с кормы на середину корабля, радуясь, что им предстоит услышать лучшего певца на свете. Орион же, облачаясь в полный наряд певца, взял кефару и, стоя на корме, исполнил торжественную песнь. Окончив песнь, он, как был во всем наряде, ринулся в море. Между тем, корабельщики отплыли в Каринф. Орион же, как рассказывают, подхватил на спину дельфин и вынес к Тенару. Орион вышел на берег и в своем наряде певца отправился в Каринф. По прибытии туда он рассказал все, что с ним случилось. Переандр же не поверил рассказу и велел заключить Ориона под стражу и никуда не выпускать, а за корабельщиками внимательно следить. Когда же те прибыли в Каринф, Переандр призвала их к себе и спросил, что им известно об Орионе. Корабельщики отвечали, что Орион живет из Драссо где-то в Италии и они доставили его в Таранте в полном благополучии. Догна внезапно появился Орион в том самом одеянии, в котором он бросился в море. Враженные корабельщики не могли уже отрицать свои вины, так как были уличены. Так рассказывают коринфяне и лесбосцы. А на Тенаре есть небольшая медная статуя в жертвенной даре Ориона, изображающая человека на дельфине. По окончании войны с милитянами Лидий Целиад скончался. Царствовал он 57 лет. Исцелившись от своего недуга, царь вторым из этого царского дома принес посвятительные дары в дельфу. Большую серебряную чашу для смешивания вина с водой на железной инкрустированной подставке. Одно из самых замечательных приношений в дельфах работы главка Хиосца. Он первый из людей изобрел искусство инкрустировать железо. После кончины Алиат царство перешло к его сыну Кризу, которому тогда было 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, когда Крес осадил Эфес, Эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крес сначала выступил в поход на Эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и иолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях удовольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крес заставил их платить дань. Затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл Сар-Табиант из Приены. Другие же говорят, что пятак из Метилена. Крес спросил пришельца, что нового в Элладе? А тот ответил вот что, чем и отклонил Креса от постройки кораблей. О, царь, островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя. Крес думал, что Биан говорит правду и сказал ему, о, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов-ледийцев. Биан же, прервав его, сказал, царь, ты, конечно, страстно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке, и к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить ледийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов. Эти слова очень обрадовали Креса. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так-то Крес вступил в дружбу с ионистскими аспаритянами. С течением времени Кресу удалось подчинить почти все народности по всю сторону реки Гариса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Кресу. Вот имена этих народностей ледийцы, фрегийцы, месийцы, мариандины, халибы, пофлаконцы, фракийцы, финии и вифинии, хорийцы, ионяне, дорийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крес покорил все эти народности и присоединил их к ледийскому царству, в богатые и могущественные саарты стали стекаться все живые тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Салон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Салон якобы с целью поведать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Салонам законы, не могли их изменить. По этой-то причине, а может быть и для того, чтобы поведать чужие страны, Салон уехал в Египет к Амасису, а затем в Сарда к Крезу. Сарда крепко оказал Салону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза привели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Салону с таким вопросом. «Гости Зофин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости и чтобы повидать свет объедил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшего человека. Салон же нисколько не желал стеть Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливого человека. Это афинянин Телл». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил, «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Салон ответил, «Этот Телл жил в цветущее время родного города, у него были прекрасные и благородные сыновья, и ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. Это был, по нашим понятиям, зажиточный человек. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он выступил в поход и при Элевсине обратил в бедство врагов, но и сам пал доблестной смертью. Афиняне же устроило ему покребение на государственный счет на месте гибели, оказав этим высокую честь. Рассказ Салону о великом счастье Теллы возбудил дальнейшее любопытство Креза, и царь спросил его, кто же самый счастливый человек после Теллы, совершенно уверены, что уж по крайней мере на втором месте Салон укажет его. Но Салон Афин сказал, после Теллы самые счастливые Клеобис и Бетон. Родом из Гаргаса они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических соцсизаниях, о них рассказывают еще вот что. У аргостцев есть празднество в честь Геры Аргостского. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привезти на повозки в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впрыглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. В 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всего собравшийся на праздник народа, им суждена была прекрасная кончина. И большинство дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргостцы, обступив юношей, восклавляли их силу, а женщины их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей и народной молвы о них, стала перед кумиром богини и молила здоровать ее сыновьям Клеобису и Бетону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы и жертвоприношения и пирженства юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргостцы же велели поставить юношам статую и посвятить в Дельфе за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Салон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крес в гневе сказал ему, гость из Афин, о мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми. Салон отвечал, Крес, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревогу, спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть и многое пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25200 дней безставного месяца. Но если каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. И из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть из 26250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. И так, Крес, человек, лишь игралище случая. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами и повелеваешь множеством людей, но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что же твоя окончилась благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь длинное пропитание, если только счастье не сопутствует ему и до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливцем умеренного достатка, а этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же кроме того ему еще предназначена судьба блаженная кончина, то это и есть тот, о ком ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным, но называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо, но одна только то, а другая другое. Самая же лучшая земля это та, что обладает наибольшими балагами. Так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другому не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах праве называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, чем оно окончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство. А затем окончательно их погубило. Эти слова Солона были, как я думаю, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез чувствовал Солона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Солона страшная кара божества постигла Креза. Вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым и смертным. Крез заснул и тотчас предстало ему сновидение, которое произвестило беду его сына. А было у Креза два сына. Один из них был коллега, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил женев сына впредь никогда больше не отпускать поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в сар-денеги фреги царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд улетится в такой же как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца кто он и откуда сказал чужестранец кто ты из какого места фреги пришел искать защиту к моему очагу кого убил ты мужчину или женщину а тот отвечал царь я сын гордия сына Мидаса а зовут меня адраста я нечаянно убил своего брата мой отец изгнал меня и вот теперь я прихожу к тебе лишенной всего А Крез отвечал ему так ты потомок друзей и пришел к друзьям оставайся у нас и у тебя не будет ни в чем нужды и чем легче ты будешь переносить твое несчастье тем будет лучше для тебя так ты чужеземец остался жить во дворце Креза в то время на мессийском олимпе обитал огромный вепрь он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя но не могли причинить ему вреда и им самим даже приходилось еще терпеть от него наконец к Крезу пришли вестники мессийцев и сказали так царь в нашей земле появился огромный вепрь который опустошает наши нивы при всем старании мы не можем его поймать поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти так они просили А Крез помни о вещем сне ответил им о сыне моем вы не помышляете я не могу отпустить его с вами он ведь новобрачный и теперь у него медовый месяц но все же я отправлю с вами отборный отряд ледийцев со сфорой охотничьих собак и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя так отвечал им Крез и месийцы остались довольны тогда пришел сын Креза услышав о просьбе месийцев когда царь отказался отпустить сына то юноша сказал отцу так отец самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте а теперь ты запрещаешь мне и то и другое хотя никогда ты не замечал во мне ни трусости ни малодушия какими глазами будут глядеть на меня люди когда я пойду в народное собрание и оттуда домой что подумают обо мне сограждане и что станет думать моя молодая жена о человеке с которым ей предстоит жить поэтому или позволь мне идти на охоту или по крайней мере приведи разумные доводы что так поступать греши отвечал сыну так сын мой я поступаю так не от того что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок явилось мне сновидение и предрекло что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья из-за этого то сновидения я и поспешил с твоей свадьбой и теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях чтобы избавить тебя от таких опасностей по крайней мере хоть на время пока я жив ведь ты у меня единственный сын второго сына глухонемого коллегу я не считаю юноша же отвечал я не хочу отец винить тебя что ты из-за этого видения оберегаешь меня но ты неверно понял сон и я должен тебе объяснить его ты говоришь что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья а разве в вепре есть руки или железное копье которое тебя страшит ведь если бы было предсказано что я погибну от глухов в вепре или от чего-то подобного тогда ты поступал бы правильно но сновидение говорит от копья и так как мы теперь идем не против людей то отпусти меня крес отвечал сын мой твои слова сновидения меня как-то убедили и я отпускаю тебя на охоту затем царь велел призвать фрегийца адраста и сказал ему так адраст я очистил тебя от тяжкой беды в которую ты попал за что я не упрекаю тебя принял в свой дом и обеспечил всем необходимым поэтому твой долг отплатить мне добром за добро которое я тебе сделал я прошу тебя ныне быть стражем моего сына который отправляется на охоту чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам кроме того тебе также следует отправиться в этот поход чтобы добыть себе славу ведь у тебя жажда славы от предков и к тому же ты полон юношеской силы адраста отвечал царь при других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии ведь мне испытавшему столь ужасное несчастье не подобает искать общение со счастливыми сверстниками у меня нет даже стремления к этому и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения а теперь раз ты уж настаиваешь и мне приходится тебе угождать ведь мой долг отплатить тебе за добро я готов сделать это сын твой которого ты доверяешь мне охранять возвратится к тебе здравым и невредимым поскольку это зависит от меня как защитника после этого они выступили на охоту с отборными воинами с ворами охотничьих псов прибыв в горе олимпы охотники принялись выслеживать зверя найдя затем вепря они окружили его и стали метать свои дротики тот метнул копье в вепре и чужеземец адраст который только что был очистен от пролития крови но промахнулся и попал в крезво сына юноша был поражен копьем так-то исполнилось пророчество вещего сна тотчас же был послан вестник в сарте сообщить крезу о случившемся и по прибытии в сарте он рассказал царю о борьбе с вепрем и об участии сына а крез был глубоко печален смертью сына особенно же горько было царю то что сына убил именно тот человек кого он сам очистил от пролития крови подавленным горем царь стал призывать от зевса катарсия в свидетеля причиненному ему чежеземцем страдания он называл также к зевсу эфестию и зевсу этериум крез призывал одного и того же бога именуя его то эфестием потому что принял свой дом чежеземца не подозревая в нем убийцу своего сына то этериум потому что тот кого он поставил стражем сына оказался злейшим врагом затем прибыли ледейцы с телом покойного сына креза за ними последним шел убийца адраст остановился перед телом и отдал себя во власть креза простирая вперед руки он требовал заколоть его как жертву над телом покойного по его словам после первой своей беды теперь когда он погубил еще и сына своего очистителя жизнь ему стала больше невыносимой крез услышал это и почувствовал жалость к адрасту хотя его собственное горе было тяжело он сказал ему чежеземец я получил от тебя полное удовлетворение ведь ты сам осуждаешь себя на смерть не ты виноват в моем несчастье поскольку ты невольный убийца а какой-то бог который давно уже предвозвестил мне определенные роком затем крез передал тело своего сына погребению по местным обычаям адраши сын Гордия внук Мидаса убийца собственного брата и затем убийца сына своего очистителя когда близкие покойного разошлись и у могилы воцарило спокойствие заколол себя на могильном кургане он чувствовал себя самым несчастным у всех людей которых ему пришлось знать два года крез глубоко скорбел о печальной потере сына после этого Кир сын Камбиса сокрушил царство Астиага сына Киаксара Возвышение персидской державы положило конец печали Креза и внушило ему тревожные думы нельзя ли как-нибудь сломить растущую мощь персов пока они не стали слишком могущественны Для этого Крез тотчас стал испытывать оракулы Валаде и Ливии рассылая послов по разным местам Одних он отправил Дельфы других Вабы что в Факиде третьих Додона Иные были посланы также в Камфиарию и Трифонию и наконец в Бронхиды в Милецкой области Это были эллинские прецалища куда Крез послал вопросить оракулы Впрочем он отправил послов также к оракулы Омона в Ливии Царь хотел сначала испытать проницательность оракулов Затем если обнаружится их правдивость то полагал снова отправить послов с вопросом Идти ли мне войной на персов Итак царь послал лидийцев для испытания оракулов с таким приказанием Со дня отправления из Сарт время и на сотый день попросить оракула Что теперь делает царь лидийцев в крес сына Лиатта Ответы каждого оракула на этот вопрос послал должны записать и доставить ему Об ответах прочих оракулов ничего не сообщается Но по прибытии же лидийцев в Дельфию они выступили в священный покой чтобы попросить Бога о том что им было велено Апифии изрекла им такой ответ стихами в шестистопном размере Числю морские песчинки и веду море просторы Внятный глуховый язык и слышны мне речи немого В грудь мою запах проник облаченный в доспех черепахи В медном варимой котле меж кусками бараньего мяса Медь распорастерта под ней и медную ризу покрыта Это изречение Пифии лидийцы записали и затем возвратились в Сарве Когда же прибыли остальные послы с изречениями оракула Крес развернул свитки и стал читать Ни одно прорицание однако не удовлетворило царя и только услышав ответ Дельфийского оракула Крес отнесся к нему с логовейным доверием По словам царя единственная правдивая оракула это Дельфийский так как он угадал чем он Крес был занят тогда один назначенный день и замыслил вот что Его выдумку никак нельзя было открыть или о ней догадаться Он разрубил черепаху и ягненка и сам сварил их вместе в медном котле а котен накрыл медной крышкой Таково было Дельфийское прорицание Кресу Что до ответа оракула Амфиария то я не могу сказать что именно изрек лидийцам этот оракул когда те прибыли к его святилищу и пообычу вопросили об этом ведь ничего не сообщается Неизвестно только что Крес признал правдивым прорицание и этого оракула После этого Крес стал умилословлять Дельфийского бога пышными жертвами Так он приказал принести в жертв три тысячи голов отборного скота каждой породы и затем воздвигнув огромный костер сжечь на нем выжженные золотом и серебром ложа серебряные чаши и пурпурные одежды Этим царь надеялся добиться большей милости у бога На этом костре царь также повелел всем лидийцам приносить жертву и своего имущества Затем Крес приказал переплавить несметное количество золота и изготовить из него слитки в виде полукирпичей шесть ладоней в длину шириной в три ладони высотой же в одну ладонь Общее число кирпичей было сто семнадцать Из них четыре из чистого золота весом два с половиной таланта каждой Другие полукирпичи из плавости ребром весом два таланта После этого царь велел отлить из чистого золота статуя льва весом в десять талантов Впоследствии во время пожара в святилище в Дельфах лев этот упал с подставки из полукирпичей на которых он был установлен И поныне еще стоит этот лев сокровища Коринфян но вес его теперь только шесть с половиной талантов так как три с половиной таланта расплавились при плавке После изготовления Крес отослал эти предметы в Дельфе и вместе еще несколько других а именно две огромные чаши для смешивания вина злату и серебряную Золотая чаша стояла в святилище как войдешь направо а серебряная налево После пожара чаши были также переставлены на другое место Золотая чаша стоит теперь в сокровищнице Клазаминян без ее восемь с половиной талантов и двенадцать мин а серебряная в углу в притворе храма вмещает она шестьсот амфор Чашу эту дельфийцы наполняют вином с водой на праздники Феофани Как утверждает в дельфах чаши это изделие Феодора из Самоса Я тоже так думаю так как она видимо на редкость чудесной работы Потом царь отослал в дельфе четыре серебряных сосудов которые стоят ныне в сокровищнице Коринфян и две крапильницы золотую и серебряную На золотой крапильнице начертана надпись гласящая посвятительный дар лакедемонян Это однако неверно ведь эти крапильницы посвятительный дар креза Надпись же на ней вырезал какой-то дельфиец желая угодить лакедемонянам Я знаю имя этого человека но не хочу называть Только статуя мальчика через руку которого течет вода в крапильнице при ношении лакедемонян но не та не другая из крапильниц Вместе с этим крез послал много других даров без надписей Среди них круглые чаши для возлияния а также золотая статуя женщины в три локтя высотой По словам дельфийцев она изображает женщину выпекавшую царю хлеб Крис пожертвовал также ожерелье и пояса своей супруги Эти дары Крис послал дельфы Амфиарай же о деяниях и судьбе которого ему пришлось слышать царь посвятил в дар щит целиком из золота и копье древко и наконечник которого были также из чистого золота Эти оба предмета еще и поныне находятся в пивах святилища Аполлона и Смения Продолжение следует...